Я бы хотела сделать более эстетичную свою улыбку, особенно верхний и передний зубок. Спасибо. Возможно это? Возможно. Сейчас мы проведем осмотр. Помочь не только в создании белоснежной улыбки, но и избавить от боли. Елена Топоркова – потомственный донсист. Она может все и даже больше. Нелегкий путь к освоению профессии и мечты пройден. Но совершенствовать навыки продолжает до сих пор. Найти подход к человеку – самое главное в работе, уверена доктор. Вызвать его доверие, объяснить все плюсы и минусы какого-то лечения. Потому что мы никогда не назначаем какую-то одну линию терапии. Мы всегда назначаем несколько способов. Мы всегда говорим, давайте проконсультируемся с ортопедом, с ортодомтом. Распатор, пинцет, хирургические ножницы и иглодержатель. Этот арсенал выглядит для пациента устрашающим. Однако бояться не стоит. Современные методы обезболивания помогут легче перенести любую манипуляцию или даже операцию. Но все по порядку. Сначала нужно заполнить анкету. После – осмотр. Чтобы поставить диагноз точно, нам необходимо сделать дополнительное обследование. То есть это ОПТГ – ортопентомограмма. Мне нравится помогать людям, избавлять людей от боли, восстанавливать зубные ряды. Мы видим сразу результат. После нашего приема человек уходит без боли, без каких-то осложнений. Ну и возможность восстановить путем имплантации эстетику. Галина – врач-ортопед. Более 10 лет помогает пациентам снова обрести белоснежную улыбку. Причем сейчас искусственные зубы от натуральных практически не отличить. Установка протезов – основное направление доктора Сафронюк. Виниры, зубные вкладки, так называемые мосты, относятся к несъемным. Коронки из металлокерамики отлично подходят для восстановления жевательных зубов. Еще врачи-стоматологи-ортопеды занимаются восстановлением коронок зубов с помощью искусственных коронок. Есть вот такие керамические коронки или циркониевые, которые практически ничем не отличаются от зуба. Красивые, эстетичные. В отличие от ортопедов, ортодонт устраняет различные дефекты в положении зубов, исправляет прикус. Все это Елизавете только предстоит. Сейчас она ассистент и незаменимый помощник каждого врача. С детства меня тянуло помогать людям, потому что ортодонтия – это такая профессия, которая начинается с детства. Деток очень важно приводить на дошкольном этапе, чтобы предотвратить какие-либо нарушения еще до их дальнейшего развития. 9 февраля дантисты отмечают свой праздник. Стоматолог – профессия древняя. Например, первые специальные щипцы для удаления зубов появились еще в IV веке. Настоящая революция в этой сфере произошла уже в XXI веке. Но миссия этих врачей осталась та же – дарить людям здоровье и красивую улыбку. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова